Назови хотя бы парочку произведений Анны Карениной. Анны Карениной? Хотя бы парочку. Хотя бы парочку. Известных. Чё вспомнить? Я честно учил, как в школе говорится. Значит так, первая информация. Да, Мишан, ты держи вот так вот и всё. Вот, вот если бы я тебя снимал, я бы снимал вот так. Вот, я вот здесь вот. Я вот, видишь на неё? Ну ты сверху. Всё, нажимай на шарлон. Она включена. Дорогие друзья, спасибо вам за ваше поздравление с Новым Годом. В комментах я читал всё. Спасибо за донаты. Да, вы мне надонатили в этом году. Будьте нате. Йоу, эври бадди. Очень приятно. И очень кайфово. Как говорится, чё конопатиться? Поехали, будем сразу начинать. Вопросы за бабосы. Их-их-мы. Как зовут тебя? Меня Даня зовут. Даня зовут? Да. Меня зовут Джека. Привет. Сейчас, подожди, я достану. Свои вопросы. Чё, Мишан, да? Да, всё. Ты как-то вот сверху вниз снимаешь, мне кажется, нет? Как ты просил. Как я просил? Нет, ты снизу вверх снимаешь. Так, ладно. Пять вопросов, ты должен на них ответить правильно. На пять вопросов, понимаешь? Человек из какой страны первый оказался в открытом космосе в СССР? Юрий Гагарин, ой, Советский Союз. Россия. Нет. Чё я вообще спросил у тебя? Из какой страны человек оказался первый в космосе? Правильно? Ну, да, да. Так я задал. Ты что-то запутался, мне вообще так лицо замерзло. Ты ещё из Пахмелёги? Из Советского Союза. А первый был из Советского Союза? Первый человек, который оказался в открытом космосе, он был родом из СССР. А как его звали? Юрий Гагарин. Тем более. Вопрос второй. Ты запутал меня маленько, конечно. Год отмены крепостного права. Не помню, не знаю. Прямо на язычке не вертится? Не вертится, да. А вот тебе вертится? Не надо называть, просто скажи вертится или не вертится. А давай позовём в качестве... Как зовут? Кать. Кать, нужна помощь. Надеюсь, ты нам... Вот, можно я посерединке буду стоять, а вы как бы сбоку припёк. Это вопросы умные? Вопросы. Вообще... Нет. Нет, смотри, помоги, помоги человеку. В каком году год отмены крепостного права? Сейчас, 30 секунд, можно? Да, хоть 40 минут. Подождите, крепостное право... 1463. Побольше немножко, ещё 400 накинь. 1800? Ну да. А, да, я знаю. Это был Николай. Да как, неважно кто вообще. Там, я помню, где-то рядышком и поезда тоже пошли. Да. В 65-м. А эти... Возможно, возможно. А эти в каком? 1862, наверное. Или? 63-й. 64-й? Я не знаю. Не, не подскажу. Там почти рядом всё было. 61-й был? 1861-й год, да. Смотри, вот ты нам снимаешь вот сейчас. Небо целый килограмм, понимаешь? Целый килограмм неба. А потом, когда я буду монтировать, мне даже не покропить будет. Не покропить. Сочнёшь дальше, мы обозрели? Да. Поэтому снимай, пожалуйста, наши хлебальники. Можно ближе. Она увидит, как... Гляди, гляди. Вас же трое. Вас же трое. Латино-американский революционер, команданта кубинской революции. Чи Гевара? Не знаю. Думаю, да. Думаю, да. Я тоже так думаю. Сейчас будет музыкально. Мне слаба, потому что только нужны. Аплодисменты. Волнения, да. Я ещё волновался, прикинь. Смотрите, вы доходите до пятого вопроса. Отвечая на него правильно, вам платится немножко бабосов. Поехали. Как... Так, подожди. Как звали главного бога? Кого? Славян. Без подсказок, поцик. Ты следующий будешь участником. Всё. Главный бог славян. Ну, у них же там много богов. Самый главный чёткий. Вот если взять греков, кто у них самый крутышка? Ну... У нас такой же был. Я... Я Перуна знаю. Перун, да. Или Ярила. Солнце. Это Ярила, наверное. Подержи микрофон. У меня вообще рука очень замёрзла сильно. Так вот направь сюда. Вот так вот направь сюда. Какого ты там бога вначале назвала? Перуна. Перуна-то назвала. Всё. Ты молодец. Реально? Вау. Крутяк. Крутяк, крутяк. Всё, ребята. Рубрика для вас подошла к концу. Но она продолжается для этого молодого человека. Всё. До свидания. До свидания. Пока. Пока. С Новым годом, ребята. Иди-ка сюда, ковбой. Ну, чё, как дела? Нормально. Всё хорошо. Новый год. Вот, смотри, опять что он снимает. Что ты снимаешь, Миш? Да, вообще всё чётко. Вот, смотри, не стесняйся. Вот так вот. Вот так. Ты видишь, что ты делаешь, когда происходит вот так вот, да? Видишь? Сверху вниз. Сверху вниз, блядь. Не нужно мне это небо. Всё это будет. А когда я буду увеличивать картинку, что я буду увеличивать? Глаз его только один. Вот так вот. Вот так вот, когда берёшь некомпетентных. Если что, это Миша, бывший депутат в кандидаты. Снимает меня. Как зовут тебя ещё раз? Артём. Артём. One, two, three, four. Ой-ой-ой, Артём, что бы мы без тебя делали? Скучали бы, наверное. Скучали бы. Назови хотя бы парочку произведений Анны Карениной. Анны Карениной. Хотя бы парочку. Хотя бы парочку. Известных. Чё, вспомни? Я честно учил, как в школе говорится. Нет, честно не помню. Все мы учили? Нет, не помню. Вроде бы учили. Одно топовое, которое. Они совместно даже писали её с Тургеневым. Не, я помню, я что-то... Седьмой класс? Сейчас вспомнил, что было в седьмом. Ладно, любое стихотворение. Хоть назови одно стихотворение Анны Карениной. Ещё труднее дали задачу Анны Карениной. Сколько тебе годиков? Мне 15 всего лишь. Ёпта. Такой голос. Лет 20, да, дали бы, наверное? Расти Пятнашка. Расти Пятнашка. Хрен с ним с Карениной, да? Всё, забудем про неё. У неё нету, у неё реально нету никаких произведений. Всё. Какое название у самого большого амфитеатра Древнего Рима? Амфитеатра Древнего Рима. А сейчас, ну, Колизей вроде. Это... Это просто восхитительно. Это восхитительно. А мы... Это сарказм или это правильно? Это правильный вопрос. Это правильный. Дядя Ваня. Дядя Ваня. Вишнёвый сад. Три сестры. Кто? Автор. Офига себе. Ну да. Озадачили. Дядя Ваня. Три сестры. Вишнёвый сад. Вишнёвый сад. Мне, в общем-то, реклама Сока напоминает, но это явно не она. Можешь просто поперечислять, вот топовых авторов назови и, может, попадёшь. Ну, Пушкин, Тургень, Есенин. Нет. Толстой. Хорошо. Если визуально, может быть, чувак в таких обычных очках, таких вот, такой прическутчик модный и бородёнка, как у меня. Может, поменьше, побольше. Антон Палыч. Чехов. Всё, видишь, ты всё знаешь. Музыкальная. Музыкальная. Да, сейчас я буду старт... Так, Миша, ну что вот он делает? Ну, ёпан. По-моему, мимо нас снимают очень... Да, вообще кошмак. Всё свяжу. Продолжай. Музыкальная. 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 Я и сам могу. Очень хорошо получается. Спасибо. Кто поёт? Кто поёт? Ну, есть помощь в зале. Англиш, малы Нью-Йорк. Не знаешь, да? Не знаешь. Наверное, я слишком даже... Ан'da, Андах, 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 Андах. У меня сейчас реакция... Всё, всё. Это был стинг. Это был стинг. Ты проиграл. Ты проиграл все бабки, ты проиграл, вставай бабосы. Да, мы играем, но если ты проигрываешь, то и все бабосы дай. А, да? Да. Три копейки. Все, ладно, пока. Давай, с Новым годом тебе, с Новым годом. Пацаны, парни, здорово. Поучаствуйте. О, привет, мы качаем. Давай, спрашиваем, давай бросим. Братан, ты далеко ушел, видишь, это пипец. Ну, я знаю свои подсказочки, там вот эти вот, сочельник сегодня как-никак, правда, да? Всякие ты слава такие знаешь, да? Ну да, немножко. А что такое сочельник? Ну, сочельник это там, ночь перед Рождеством, все дела. Как это в песне у этого, Меладзе? Ну, ночь перед Рождеством, что-то такое, да? Не, не, я там больше не такое слушаю. А что ты слушаешь? Ну, не буду врать там ни Моцарта, никакого, ни Вивальди, ничего не слушаю. Все-таки гениальность со злодейством, несовместимая, да. Да, ты такой четкий мой зритель. Ну, да, смотрю иногда, да. Интересненько. Прикольно. Света Йовина, следующее. Сейчас вы наблюдаете рекламу. Реклама нестандартного образца. Почему? Потому что перед Новым Годом мне пишет в Инстаграме мужик, парень, я не знаю, кто он, там не было фотографии, там были одни кто, ты уже знаешь, барабанные палочки. Он говорит, Жак, от души тебя с наступающим. На самом деле просто охота поддержать тебя ловешечкой. Давай ты рекламируешь, короче, у меня есть там движуха одна. Что по бабкам? Я говорю, столько. Он сразу же впуливает бабосы. Я говорю, с наступающим, братан, в общем, там, когда снимать будешь, там спишемся. Я сегодня снимаю, вчера пишу ему, говорю, что там у тебя? Ох, слушай, а у меня барабанные палочки. И скидывает мне сайт, там, тем, тем, тем. Я думаю, нифига себе, захожу, там натуре барабанные палочки. Я там фотки полистал, нифига себе, прикольно. Там он, там, закупил это, там, прямо, прямо, там, станки клевые такие. Они делают именные барабанные палки. Прямо сейчас видос воткнусь сюда, вот вместо твоего лица будет видос, где стоит станок, и все, он уже тебе твое имя замутил. Так что вот такое в описании есть, вот такой инстаграм, такой сайт. И, может быть, кому-то хочется подарить какой-нибудь подарок. Вот тебе барабанные палочки, а уже всю остановку ты купишь тебе сам, да. Хотел играть на барабанах, вот тебе барабанные палочки. Стучишь, вот тебе барабанные палки. А у кого-то стерлись барабанные палки, а кому-то нужны новые барабанные палки, кому нужны барабанные палки, или вдруг кому-то... Вау, барабанные палки, ведь же есть у Жеки, как человек, хороший человек, хороший человек, понимаете, Который занимается барабанными палками Мне кажется, получилось Хорошее Мне кажется, поехали, душа Душевно все получилось Как зовут тебя? Николай Ну что, Николя, погнали? Как звали героя мультфильма Который не хотел Копать картошку Антошка Антошка, пойдем копать картошку Так Ну как бы, да Что-то еще сомневался, что ли, в этом? Странно, а что странного-то? Не знаю, вот тут стоишь, и как-то вроде легко А вроде так сложно Да ладно ты Кто прорубил окно в Европу? А сколько тебе лет? 17 Столько мозгов, 17 лет Я живу нормально, но вот сейчас пятый вопрос будет А ты тоже на моде, да, вот с банданы? А так не знаю, мне просто дарят, я ношу А как же, ухи? Ушки? Так тепло на улице Я просто коченею здесь Чему равен угол преломления? Угло отражения Это типа физика А, преломление Это угол падения равен углу отражения А угол преломления Понесло тебя куда-то Давай нормально Ты уже все сказал Угло преломления равен чему там? Угло отражения? Угло отражения Да? Я-то просто не в курсе, так было написано там Хорошо В интернете Элемент таблицы Менделеева Любой? Любовь, нет, фе Фе Фе? Феррум Железо Это что, железо феру? Феруум Железо Как звали кореша Ахиллеса? Кореша Ахиллеса? Ахиллесова пята я знаю Я знаю, что они там за прекрасную Елену сражались Да, там вот этот троянский конь был Все ты знаешь Но у него был его корефан Друг Он его обучал всему И... А он был прям бог или просто корефан? Он вообще лох на самом деле был, да По сравнению с Ахиллесом, по крайней мере Но Ахиллес, да, он крутой Он получек-полубог Да А этот его ученик И когда... Ну, ученик погиб Вот тогда, когда они поехали На 10 лет в отлучку Втрое Ученика Знаешь, кто его завалил? Кто? Сам Как его зовут? Извини, у меня уже как седьмой день Не запаха, не этого, сам не нюхал Это... Как же его зовут-то, подожди Нет Как зовут-то этого? Прямо, сына-то Царя-то Тисейка Гектор! Гектор Да То есть его завалил Гектор Да, Гектор Гектор Я помню это кино до сих пор вообще У меня как вот здесь перед глазами Он выходит и говорит ему Гектор! А он стоит там стил? Гектор! Да, и тот Гектор такой спуск А там жена говорит, не ходи Он уже тебе знакомый Он говорит, пойду Вот они... Это все почему? За... За... За кореш отомстил На П На П Да Ну не Прометей Нет Как будто бы вкальнули чем-то в попу Бывало такое? Бывало такое? Может быть и меня и понесло? Конечно Ты чего? Как-нибудь так бывает Такое нормально Ну П давай А П П Па Ну С Пар Нет Пан Ря 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 Пар Пат Пат Ну вот Пат А потом как бы... Ну что-то вот связано с... Ну что-то... Непонятно Пат Ну их да как камнил попу Патриот какой-нибудь Нет, на самом деле нормально про попу сказал нормально Попу? Да Сейчас бы знать как греться На, давай не вонилось мне уже Подсказал тебе уже дофига букв во первых блин Патреон какой-нибудь Нет Патриот Нет Ты умный парень Ты же все так красиво отвечал Ну это с Греции вот лажа Я люблю эту потасковку Все из-за фильма Все из-за Брэда Питта Пат Джоли Что там? У Джелина Джоли была Да ну все, заканчивай Брэд Питт был хилесом, блин Ой, ты вижу, не шаришь ни хрена Это Патрокол был Патрокол Вот теперь будешь знать такого вот человека Кто тебя Патрокол Патрокол и насечен Ну давай тогда Слушай, ну здорово Как зовут тебя? Вадим Мне кажется у тебя очень прикольный Причесон и неплохо А покрашена вороденка Благодарю Почему такой цвет? Пока вот я собираюсь с мыслями Почему не зеленый, не фиолетовый? Был зеленый Я всем говорю Дело в том, что по профессии На коего учусь, на кого работаю Это ювелир И я просто заржавел на работе Вопрос номер 1 Так, эти вопросы уже были, подожди Так Гусь, свинье Не товарищ Не товарищ А вы товарищ А ты похож на Ленина, кстати Не товарищ А я короче в школе носил вот здесь вот бородку и усы все вообще один в один Ну конечно В каком возрасте был распят Иисус Христос? 33 Ты все знаешь Чему равна сумма углов квадрата? 180 Нет Сумма углов квадрата равна какой-то цифре Наверное, это 360 градусов Вообще, мне кажется, аплодисменты Я здесь, когда монтажи будут, ставлю аплодисменты Спасибо Четвертый вопрос Отец О Отец социализма организовал революцию против императора в России Вы видите его на экране Здорово Владимир Ильич Ленин Или по-другому Ульянов Или по-другому Вадим Александрович Реднов Кто как знает Он не подготовился к своему образу Они называются меня Лениным Ну, кто же это такой, да? Открыл О, блин, Леднов Так, последний вопрос И все И ты победитель Куда 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 отправлялись викинги после смерти? В Вальгалу Сильный мужик Можешь пока взять микрофон подержать Расскажи, что там, какие планы на будущее Какие-нибудь концерты? Ха-ха-ха-ха Илюми, еще что-нибудь там А? Ну, сейчас, сейчас все-нибудь придумаю Страумненькая такая Пожалуйста О, благодарю Да не за что Спасибо Спасибо За такие вот За, как говорится, за такой ум За светлый За эту харизму За ржавчину на лице Все Спасибо тебе Давай Какие татушки Ёлки-палки Вот так вот вместе Ты опасный человек если тут будет строить броневик как бы приходите это мой сольный концерт все спасибо тебе с новым годом прикольно здравствуйте уважаемый не хотели бы поучаствовать в нашей youtube история называется вопроса за бабоса понятно ребят не охота а что это за бешуха это по 300 берите по 300 рубчиков называется палочки за бабосы ну ладно так мы сейчас сейчас бабушеков поднял бы за три минуты еще рекламу тезаром или наоборот не вон там баба барышня с шарами на вас ждет когда вы фотка и февну покажи это смешно ну ладно не будем отвлекивать давай с новым годом пишите крутые комменты на которые я люблю отвечать которые я обожаю лупасти лайкосики постоянно сделайте больше аккаунтов чем есть на самом деле у вас делайте дохерак аккаунтов из каждого аккаунта лайкосов эти комменты донатики ой ребята на донатили до в этом году до даже красную корочку это самое с булочкой сегодня кушал все благодаря вам до слез сидел и плакал думать сука вот это вот теперь блогер вот такая жизнь блогера думаю да спасибо конечно спасибо да в лихо сегодня поехал снимать видосы когда есть бабосы в кармане понимаете вот это ты не щемишь вот это вот не жмешь вот так вот не жмешься как будто писать то хочется нет отдаешь бабосы и все лихо донаты цифры в описании есть кто поддерживает тому всегда респект вот эти вот бабосы кто закидывает респект вам уважуха коммент который будет топовый в этом ролике это будет коммент жижа и вот с таким с таким гиблом надо еще написать этот коммент мне тут сказали женек ты просишь людей писать что-то одно это не нравится ютубу поэтому пишем жижа сначала а потом уже мы все что в душе накопили вот такой коментоз все пойдем лишь здравствуйте пускай нам не очень верно камера они на тебя хотя тебя видно больше чем меня здрасте дорогие зрители мы едем сейчас со съемок михаил мой друг хороший меня снимал кто помнит Михаила, тот помнит кто не помнит, тот не помнит Мишан не раз уже светился у меня в видосах а эту курбу можно, чтобы она замолчала? ладно, фикс да, скажи, чтобы она замолчала на втором канале я пока еще ничего не снял может быть, может быть что-то к этому времени я и сниму и на втором канале, у меня же есть второй канал где просто обязываю себя каждую неделю снимать тоже по выпуску причем, если здесь контент будет течь все-таки в одном русле по-разному, но в одном русле связан с интеллектом, как ни крути то там будет всякая шелупень ширпотреб, хрень очень интересные вещи полезные полезные советы всякая ересь их экскрометный юмор и что там только не будет понимаете там вот хочешь купаться, хочешь пей спасибо Харламову вот такой вот енисей соединю два слова экскрометный и экскремент я сказал экскремент экскрометный такие важные числа точки в календаре я оставляю все мысли по-разному как вы по-разному как вы думаете Продолжение следует...